В российских кинотеатрах стали делать больше пиратских копий фильмов. К таким выводам пришли после исследования эксперты торгового представительства США. В итоге россияне стали меньше ходить в кино, проще скачать экранку, пусть даже низкого качества. Где в городах Сибири можно посмотреть фильмы, которые называют неформатными, расскажет Мария Черешнева. Венецианка Ингмара Бергмана, классический любовный треугольник, по современным меркам совсем короткая мелодрама, 55 минут. По признанию кинокритиков, одна из ярчайших работ шведского кинорежиссера. Но в зале всего один зритель, Эмилия Ануфриева, уже 15 лет старается не пропускать интересные сеансы. Сейчас не так, конечно, стало. А вот раньше было, я говорю, аншлаги, знаете, какие были здесь? Здесь не то, что до конца ряды были все, здесь вот было и на ступеньках даже еще сидели. Для одного зрителя, двух или полного зала, механики кинозала «Синема» готовы крутить на проекторе ленты, которые не то что не увидеть на широком экране, даже в интернете скачать невозможно. Кинотеатр содержит областной бюджет, так что прибыль здесь не самоцель. Искусство, а не массовые развлечения. Так говорят кинокритики о фильмах, которые здесь представляют прогрессивные молодежи и знатокам кино. Классика – это в основном уже что-то известное в первую очередь. Но здесь есть всегда возможности открыть что-то новое. Кто-то не видел замечательные ленты, которые снимались советскими режиссерами 20-х годов, советский авангард, например, тот же самый и так далее, и так далее. То есть здесь мы стараемся открывать тайны прошлого, великие тайны. Синема не только показывает, но и рассказывает перед каждым сеансом встреча с кинокритиком. Такой же формат избрали для себя студенты Омского госуниверситета. Киноклуб здесь организовали 13 лет назад. Ленты здесь показывают любые, хоть первые работы братьев Люмьер, хоть советскую классику, хоть голливудские блокбастеры, но с обязательной лекцией перед сеансом о картине надо поговорить. Отдельный зал для артхауса и прочих неформатных жанров открыли в конце апреля при Кузбасс Кино. Зал, он так и называется, «Альтернатива», рассчитан на 30 зрителей. Ходят, в основном, молодые люди и публика постарше. Там они ходят действительно парами, очень интеллигентные люди, которые хотят вот такое кино посмотреть. Показывать и смотреть неформатное кино в Сибири легко, а вот снимать коммерческие успешные ленты практически невозможно. По-хорошему, настоящее искусство должно полностью захватывать. И ты должен заниматься только им. Нельзя им заниматься так, а, а, пришел с работы, ну, давайте что-нибудь сделаем, какой-нибудь шедевр. Нет, фигня не получится, надо вкладываться абсолютно полностью и целиком. И как только ты уходишь в продакшн, начинаешь зарабатывать деньги, то продакшн мгновенно отрывает у тебя все время и всю творческую энергию. И на чистое искусство не остается совершенно ничего. В условиях ограниченного бюджета и отсутствия менеджмента сибирским режиссерам, по мнению кинокритиков, стоило бы сосредоточиться на фестивальном и авторском кино. Залы, которые могли бы взять эти ленты, есть. Другой вопрос, пойдет ли на них зритель. Мария Черешнева, Павел Теунов, Дмитрий Куканас, Артур Хлопотин. Новости здесь, Новосибирск.